Загар все-таки это защитная реакция кожи. То есть выработка меланина, вот этого пигмента, который окрашивает нашу кожу в такой красивый, благородный, бронзовый, коричневый оттенок у кого как, это защита прежде всего. То есть кожа так защищается, реагирует на избыточное поглощение ультрафиолета. Прежде всего ультрафиолет он разрушает коллагенный эластин. Это основные структурные элементы, которые отвечают за упругость нашей кожи. То есть прямой путь просто к морщинкам, к заломам, какой-то сухости, обезвоженности. Общеизвестный факт, что кожа является основным и единственным органом, который накапливает извне витамин D. Но хочу открыть маленький секрет, что чем темнее кожа на самом деле, тем меньше ультрафиолета она спокойно вот этого витамина D она способна накопить в себе. То есть когда мы загораем, темнее, соответственно, тем меньше активных форм витамина D в нашей коже вырабатывается. Поэтому, как ни крути, в любом случае, большие приоритеты отдаются именно накоплению витамина D через продукты питания, либо с добавками. Касаемо воспалений, был такой период, когда, я помню, прямо отправляли акне подобное высыпание лечить в солярий. Акне мы так не лечим, то есть здесь нужна серьезная терапия на восстановление иммунитета, прежде всего, кожи. И плюс еще на подавление вот этого воспалительного процесса. То есть загары – это, ну, абсолютно не решение.